Сайт Letyshops.ru позволяет экономить до 30% с каждой онлайн-покупки в более 500 популярных магазинах. Дополнение для Google Chrome и Яндекс.Браузера поможет проверить наличие кэшбэка на страницах магазина. Смотрите в описании под видео. Компании Meizu в последнее время приходится не сладко. То конкуренты из Xiaomi давят своими бюджетниками, то Leti V перетягивает одеяло рынка на себя. А еще этот Meizu M1 Metal вышел откровенно спорным. В итоге фанаты китайских гаджетов вынуждены просиживать в стагнации, ожидая от Meizu выхода какого-нибудь интересного гаджета. Но компания, к сожалению, ничего не выпускает. Да, есть Pro 5 с ценником, как у старых Жигулей. Да, есть M2 и M2 Mini, но они уже не идут ни в какое сравнение с современными конкурентами. Фанатам Meizu только и остается, чтобы покупать Meizu MX-5, ведь на сегодняшний день это чуть ли не самое логичное решение. Но насколько оправдана эта покупка? Ведь несмотря на то, что железо у него все еще актуально и будет таковым еще ближайшие пару лет, есть предложения от конкурентов куда интереснее. И вот вполне логичный вопрос, что лучше взять Xiaomi Redmi Note 3 и ему подобных китайцев на практически таком же железе и при этом сэкономить, или уже накопить на Meizu MX-5 из более премиального сегмента? Всем привет, меня зовут Максим, давайте во всем этом разберемся. СТРАГО! Дизайн Meizu MX-5 я бы назвал стильным, теперь понятно откуда был слизан внешний вид Xiaomi Redmi Note 3. Холодный металл задней крышки гармонично дополняют вставки из пластика сверху и снизу для лучшего приема сигнала антенн. Металлические кнопки тактильно приятно дополняют образ красавца и стиляги. Огромный экран грамотно вписан в ультратонкие рамки, так что смартфон вполне можно назвать компактным. Лишь выпирающий глазок основной камеры никак не вписывается в эту гармонию, и когда телефон лежит на спине, текст набирать не очень удобно. Дизайнерской загадкой для меня стало асимметричное расположение выводов для антенн, перфекционисты будут в шоке, так как хочется фломастером подрисовать еще одну черточку. Ну и конечно, главная претензия это щелкающая кнопка M-Touch. Жить с ней конечно можно, но лучше бы чтобы она не щелкала. Очень странное решение. Зато к сборке нет ни малейших претензий. Идеальный монолит. В целом смартфон смотрится красиво и солидно, пользоваться таким аппаратом приятно. Дисплей на 5,5 дюймов шикарен. Пиксели AMOLED матрицы очень яркие, на ярком зимнем солнце спокойно можно браузить и читать. Все отчетливо видно, ночью минимальная подсветка не выжжет вам глаза, яркость сбалансирована как надо. Но претензии к экрану все-таки есть. Во-первых, это ядовитые цвета, отрегулировать степень агрессивности которых не представляется возможным, как это сделано в смартфонах Xiaomi, например. Под экстремальными углами экран имеет свойство зеленить, а на чисто белом фоне даже можно разглядеть едва заметную радугу. Тач распознает до 10 одновременных касаний, тач очень отзывчивый, приятно набирать текст и скроллить. Но самый кайф это Gorilla Glass 3. Если набившие мне оскомину китайские бюджетники имеют свойство царапать экран даже в кармане джинсов, то тут все на несколько порядков выше. В целом экран потрясающий, вполне заслуживает оценки в 9 рукастых китайцев из 10. Смотреть на нем фильмы, рассматривать фотографии или играть в игры просто кайф. По железу у смартфона тоже все очень круто. Турбированный Helio X10 в Antutu набирает порядка 56 тысяч баллов. На сегодняшний день это вполне вменяемый результат. По остальным бенчмаркам тоже еще ого-го, и такого железа хватит с головой еще на ближайшие пару-тройку лет. Процессору помогают 3 гигабайта оперативной памяти, из которых после загрузки системы доступно пользователю около полутора гигабайт. Заполнить эти полтора гигабайта до конца мне так и не удалось. Тем не менее, бывает такое, что приложениям не хватает оперативки. Парадоксально, но при свободных 800-900 мегабайтах страницы в браузере могут перезагружаться, а игры перезапускаться после того, как их свернешь. По троттлингу же картина вполне неплохая, но я ожидал немного большего. В начале теста бенчмарк Epic Citadel на ультра-настройках выдавал 43,1 кадра в секунду, в конце теста этот результат упал до 34,3 кадров. Троттлинг имеется, но жить с ним вполне можно. Низкие настройки графики и вовсе смогли порадовать. 57,7 в начале теста и 57,7 в конце при максимальном нагреве. Очень достойный результат. А вот с нагревом все плохо. Пиковое значение температуры на ядрах иногда поднималось выше 70 градусов. В руках смартфон ощущается очень горячим, и чем дольше идет тест, тем кажется, что он горячее становится, но разогреть его до пиковых температур трудновато. Мне понадобилось около 2 часов стресс-теста. Благо, остывает смартфон почти мгновенно. Металлический корпус быстро рассеивает тепло. Кстати, в стресс-тесте батареи MX5 ведет себя вполне достойно. 2 часа 42 минуты при 100% яркости экрана, включенных в всех беспроводных модулях связи и Epic Citadel на ультра-настройках графики. Большинство смартфонов в данном тесте показывают результат, еле дотягивающий даже до 2 часов. Статистика батареи также хорошая, батарея качественная, жить будет долго. Резких спадов и обрывов не было. Если говорить о реальном использовании, то это мой полноценный рабочий день до глубокого вечера, но часто приходится заряжать телефон 2 раза в сутки. Ничего выдающегося, если бы не одно «но». У смартфона есть охренительная мозговыносящая фишка. Быстрая зарядка M-Charge 2.0. Я повидал на своем веку много быстрых зарядок, но подобное вижу впервые. За 10 минут смартфон заряжается с 0 до 30%, а за полчаса — до 70%. При этом полная зарядка с 0 до 100 занимает чуть меньше часа. Если куда-то торопишься, можно на ходу зарядиться на весь день. Да, при этом смартфон может хорошенько прогреться, но это мелочь. В игровой производительности смартфон крут. Очень крут. Игры идут отлично почти все, но иногда встречаются приложения, которые в маркете могут быть несовместимы с устройством. Хотя если установить из стороннего магазина приложений, то они прекращают выпендриваться и работают как миленькие. Что бы я тут не запускал, все идет на ультра или на высоких настройках графики. Троттлинг в играх немного сказывается, но игровая производительность на высшем уровне — это факт. GTA San Andreas на высоких настройках графики идет отлично, на ультрах может подлагнуть. Все, что бы я не запускал, идет на ура. К играм претензия одна — это нагрев. Не критично, вполне терпимо, а если отключить LTE во время игр, то ситуация будет еще лучше. Если нагрев — это небольшая проблема, и многие на него даже не жалуются, то вот с памятью тут все гораздо страннее. Моя версия смартфона на 16 гигабайт. Из этих 16 гигабайт пользователю доступно всего лишь 12. Но из этих 12 постоянно чем-то занято больше половины, и память при этом нерасширяемая. Я делал вайпы, я его вручную вычищал в лишние приложения, это какая-то мистика, память больше не становится. И что выходит в итоге? Я заплатил за телефон немалые деньги и получил всего лишь 5,5 гигабайт внутреннего накопителя для своих нужд. При этом смартфон умеет писать 4К видео. Я хочу играть на нем в игры, слушать музыку, делать фото и видео, но мне некуда девать свои файлы. Какого хрена, Мэйзу? Еще большее сатана творится с сетями. Во-первых, Мэйзу, нахрена вы урезали процессор по сетям? Вы ведь сами себя подставили. Смартфон работает не с каждым оператором и не во всех сетях. Из-за этого частичного урезания качество приема сигнала иногда страдает. Бывает, выезжаешь на окраину города, ловят только GSM. Со скоростью тоже непонятки. Даже когда 4G есть, он все равно медленнее, чем на других смартфонах. А вот по спутникам GPS зато ориентируется мгновенно. С геопозиционированием все хорошо. Для навигации смартфон использовать можно. Звук из внешнего динамика хороший, собеседникам не слышно хорошо, а благодаря отличному микрофону собеседник слышит меня лучше, чем на других смартфонах. Очень чистая связь. В смартфоне имеется физическая клавиша M-Touch 2.0. Это невероятно удобное и многофункциональное решение. Пользуешься им на MX5 пару часов, начинаешь на остальных телефонах тыкать по инерции под экран. Клавиша выполняет целый ряд функций. Одинарное касание возврат назад, одинарное нажатие с щелчком «Домой», двойное нажатие на заблокированном экране вызывает плеер, зажатие кнопки блокирует экран. Действия кнопки программируемые, из меню можно настроить или изменить действие. Но и это еще не все. В кнопку встроен сканер отпечатков пальцев. Считывает палец очень быстро, и это гораздо удобнее, а главное быстрее, чем обычная блокировка. В систему можно забить до 5 различных отпечатков. Очень советую для лучшего распознавания забить каждый палец по два раза с разных сторон и один палец оставить на сдачу. Пробуждение по двойному тапу естественно присутствует, как и быстрый доступ к приложениям заблокированного экрана. Например, свайпом влево можно активировать камеру. Камера тут определенно стоит отдельного внимания. Это 20,7 мегапиксельный сенсор IMX 220 от Sony. Камера представляет из себя шестилинзовый модуль с апертурой f2.2 с двойной светодиодной вспышкой и лазерным автофокусом. Звучит очень пафосно, не правда ли? Снимки и впрямь выходят неплохими, а богатый настройками ручной режим приятно дополняет впечатление от камеры смартфона и мобильная фотография автоматически приобретает полупрофессиональный оттенок. Можно выставить выдержку от одной тысячной секунды до 20 секунд, ISO вплоть до 1600, вручную выставить фокусное расстояние, поправить экспозицию, насыщенность цветов, контраст и баланс белого. Скажу, что качество фотоснимков с основной камеры мне очень понравилось. Фронталка тоже круто снимает, никаких претензий у меня к качеству готовых снимков нет, вместо этого я вам лучше расскажу про этот самый лазерный автофокус. Он на самом деле очень быстрый, но чтобы это заметить, нужно обязательно сравнить с чем-то. Но я, например, как владелец ручной взрослой оптики, не совсем понимаю всего этого восторга вокруг скорости фокусировки, но то, что фишка есть и она работает, вполне заслуживает похвалы. Интересной фишкой считаю возможность менять фокус уже на сделанных фотоснимках и запись в формате GIF. Неплохой простор имеется и для любителей постобработки. Можно наложить встроенные фильтры, размыть объекты, написать тексты и многое другое. Ковырять не перековырять. По части видео аппарат также не обделили. MX5 умеет записывать 4К видео с битрейтом в 42 мегабита в секунду, при этом он почти не греется. Омрачает ситуацию только отсутствие оптической стабилизации. Но это упущение со стороны производителя вполне можно простить за качество картинки и звук. Звук чистейший. Стерео. Прям вот то, что надо. За усиление звука из внешнего динамика отвечает усилитель, а за звук в наушниках выделенный аудиочип Wolfson. Из внешнего динамика звук годный. Насыщенный, громкий, но к сожалению почти без басов. Из наушников звук очень хороший, но мне показалось в стоковом плеере баса маловато. Плеер Pro ситуацию улучшает, но смешивает середину и убирает верха. Звук чистый, проработанный. По программной части MX5 крут почти по всем параметрам. Да, они закрыли бутлоудер, и это многим может не понравиться, но зато они вылезали прошивку до почти блестящего состояния. Аппарат пришел ко мне со Flyme 4.5 на борту. Это было жутко капризное глючное говнище, которое крашилось по любому поводу и без. Было полностью засрано китайским софтом и разочаровало меня настолько, что я даже на какое-то время расстроился и полез читать 4ПД. Оказалось, наличие рук растущих из плеч и элементарное умение различать черные буквы на белом фоне, складывая их в отдельные слова, а слова в предложении, что в народе зовется чтением, позволяют творить чудеса. И вуаля! Вместо китайского говно Flyme у меня международная, свеженькая прошивка с русским языком и сервисами гугла из коробки. О да, Flyme полностью переработали. Очень продуманная система, поменяли если не все, то многое. Версия моей прошивки 5.1.2.0.G. Она сделана на основе Android 5.1. Умеет самостоятельно обновляться по воздуху, мультиязык и ни единого китайского приложения. Наконец-то в шторке уведомления догадались сделать значок с настройками. Яркость теперь регулируется отдельным ползунком, а системная анимация это вообще отдельная песня. Единственный для меня теперь неудобный момент это вызов свайпом меню многозадачности. Почему-то не всегда выходит с первого раза. Еще международные прошивки зачем-то выпилили возможность установки тем и во флайм аккаунт никак не зайти, но оно наверное и не надо. Буду как владелец айфонов. Без рута, без открытого бутлоудера и возможности перепрошивки, зато без лагов. Прошивка работает невероятно плавно. Найти глюк или поймать фриз за две недели активного использования мне так и не удалось. Кроме надписи перезагрузить, которую разработчики не смогли уместить в одно слово. Пережиток прошлого, ей богу. Все системные приложения перерисованы на свой лад. По всему видно, что над системой молодцы. Могу отметить возможность установки пароля на любое приложение, причем можно использовать как пароль, так и отпечаток пальца. Если подводить черту всему вышесказанному перечислением плюсов и минусов, то выходит такая вот картина. Плюсами я отметил дизайн, эргономику, материалы корпуса, экран, энергопотребление, наличие быстрой зарядки, игровую производительность, троттлинг, сканер отпечатка пальца, камеры, звук, наличие ОТГ, прошивку и железо, мощности которого хватит еще как минимум на пару-тройку лет. А вот минусами я отметил нагрев при тяжелых задачах, связь и мистику с внутренней памятью. В итоге я могу резюмировать следующее. Meizu MX5 потрясающий смартфон. Он удобный, легкий, стильный, им приятно пользоваться и бла-бла-бла-бла-бла и прочие очевидные вещи, но не это главное. Сегодня на повестке дня другой вопрос. Стоит ли за него переплачивать или взять что-нибудь другое на этом же процессоре, но более дешевое и от других производителей. Я считаю так, если вам не нужна хорошая камера, если вы ненавидите суперамолед-экраны, если возможность кастомизации системы вы выставляете для себя на первый план, то возьмите лучше Xiaomi Redmi Note 3 или какого-нибудь другого китайца на подобном железе. Между ними и Meizu MX5 разницы в производительности вы не заметите, но при этом еще и сэкономите. Однако, если вам нужно иметь смартфон, который верой и правдой безотказно прослужит вам долгие годы, если качество фотографий и звука для вас не на последнем месте, если вы ищете смартфон, который без танцев с перепрошивкой будет сразу работать из коробки и приносить вам радость, то за Meizu MX5 доплатить стоит, тем более, что ценовая разница между ним и бюджетниками на таком же железе не сильно ощутима. Я же в свою очередь с уверенностью могу назвать Meizu MX5 одним из самых лучших смартфонов, которые у меня когда-либо были. А на этом все. Не забывайте подписываться на канал, вступать в группу ВКонтакте и пользоваться кэшбэк-сервисом Letyshops.ru Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok